Добрый вечер, уважаемые любители шахмат. Закончился пятый тур первого этапа Гран-при в Берлине. И уже совсем скоро мы будем знать, кто же прошел из группового этапа в следующий этап, в этап нокаута. Только победители своих групп, только шахматисты, занявшие первые места, получат возможность продолжить турнир. И сегодня отличную заявку на свои намерения на первое место в группе А сделал Хикару Накамура против Александра Грещука. Несмотря на то, что в партии была разыграна острая старандийская защита, и нам, болельщикам Александра, это дало какие-то надежды на то, что будет борьба, будет сложный метельшпиль старандийский и, возможно, где-то та самая лихая старандийская контратака. Но, увы и ах, все прошло по очень грустному для черных сценарию. Честно говоря, вот именно таких сценариев боишься, когда разыгрываешь старандийскую защиту. Вчера «Шахматный мир» 8 февраля отмечал 100-летие Юрия Львовича Авербаха. Еще раз поздравляю юбиляра с этой знаменательной датой. И в своем видеообзоре про творчество Юрия Львовича я упоминала, конечно, не могла не упомянуть, про систему Авербаха в старандийской защите, которая как раз в этой позиции начинается ходом с лонжи 5. И интересно, что сегодня была разыграна пусть не система Авербаха в чистом виде, но, тем не менее, на сайте ЧСКОМ эта система носит название «семи Авербах систем», то есть полу Авербах, не знаю, как точно это назвать в русском варианте, но так или иначе идея похожа. Белые придерживают развитие коня на Ф3, они не торопятся с ходом кони Ф3. Почему? Потому что они надеются затем использовать эти поля и, возможно, сами надеются перейти в контратаку. То есть в системе Авербаха, в той системе, которую разыграл в этой партии Накамура, белые подумывают об атаке на королевском фланге. И на самом деле уже после нескольких ходов черные избрали систему с Е5. Конечно, очень много есть вариаций у черных и возможности развивать игру в центре и на ферзе во фланге, но в этой партии было сыграно Е5, Д5, конь А6, и белые сразу же заявили о своих серьезных намерениях на королевском фланге, сыграв А4. Вопрос достаточно серьезный поставлен. Понятно, что белые рано или поздно хотят сыграть А5. Играть или нет А5 черным? Проблема в том, что ход А5 не только блокирует пешку А6 белых, но и создает зацепку. Белые впоследствии могут сыграть Ф3, Ж4, и вот этот резвый ход А5 может обернуться на руку черным. Поэтому в этой партии Александр Грещук решил не играть А6. А5 позволить белым сделать этот ход впоследствии. Конь С5 черные сыграли на файле на пешку, белые защитили ее ходом Ф2. Отмечу, что этот вариант очень много партий я нашла в базе Валентины Гуниной. В последнее время она играет его и в Риге, в Большой Швейцарке, она защищала пешку ходом слона Ф3. Но здесь Накамуру сыграл Ф2, поле Ф3 он пока оставил вакантным. С6 было сыграно, вновь черные не играют А5, и здесь уже белые делают ход пешкой вперед. А5, СД, СД, Ферзи, А5, и не останавливаются на достигнутом. Еще один ход А6, эта пешка, кстати, сыграет одну из ключевых ролей в этой партии. Таким образом вроде бы закрывают линию А6 белые, но с другой стороны стесняют черных очень сильно и создают очень неприятные такие тенденции вокруг короля. Да, представьте, все черные фигуры уйдут с доски, а какая-нибудь белая фигура попадет на восьмую горизонталь. И королю черных будет не сладко. Слон Х8, делать нечего, Ф3, и здесь было сыграно слон Д7. В некоторых партиях черные пытались как-то пойти конь Х5. Но стоит отметить, что в этой партии Хикару Накамура играл очень быстро. В этот момент у него не было еще потрачено ни одной минуты, играл на добавленном времени. Все это говорит о том, что эту позицию он анализировал дома, хорошо знал. Ладья Б1, конь А4, Ферзь Д2. И на самом деле уже было сыграно две партии на эту позицию. То есть это не новый вариант, конь С3, БЦ. Но однако в этой партии мы так и не увидели ответ на вопрос, который мучает, возможно, приверженцев Стерандийской защиты. Что же делать против этой системы? Долго достаточно размышлял Александр, но, скорее всего, вспоминал свои дебютные анализы. Ферзь С7 он сыграл, в одной из партий черные играли Б6 сразу, но это не меняет сути позиции. Ферзь С7, здесь белые сыграли Ж4. И да, очень интересный момент. Черные, у черных была возможность побить на Ж4. Правда, выглядит эта жертва очень заманчиво. ФЖ, конь Е4, Ферзь С2, Ферзь С3. Такая жертва за три фигуры, за три пешки за фигуру. Но, скорее всего, эти три пешки, во-первых, белые могут на Б7 побить, недостаточны будут для того, чтобы жертву фигуры оправдать. И поэтому черные развиваются обратно. Они вроде бы только что сыграли С7, сейчас делают ход в обратном направлении. И вообще такая позиция, что черным приходится пассивно обороняться. То есть они перемещают какие-то фигуры, они достаточно стеснены в пространстве. Поэтому вот ход назад приходится делать с тем, чтобы этому конюсу Ф6 как-то освободить место и позволить перевести его на ферзевый фланг с тем, чтобы немножко хотя бы освободить место на королевском. Но белые тоже в это время немного усиливают позицию. Коня с Ж1 они таким вот забавным образом перевели на Ф2. Затем они рокировались. Слон Е7, черные из клетки пытаются одной слона перевести на место, где он тут тоже не очень хорошо себя чувствует, тоже упирается в пешечные цепи, но лучшего места для этого слона, к сожалению, на этой доске нет. Король H2, конь С5, конь Д3, Б6. Итак, черные закончили перегруппировку коня, белые тоже фигуры свои развились. И да, позиция достаточно пассивная у черных, но тем не менее белым явно придется, чтобы прорываться к королю, придется идти вперед. И давайте посмотрим, как они это делали в этой партии. Сначала они побили на С5, БС и сделали ход Ф4. Вообще расчищение этой большой диагонали, план белых, это отвлечение этой пешки с Е5, затем переведение фигуры ферзя на С3 либо В2 и создание матовых угроз по большой диагонали. В принципе, все это и было сделано. Сделан здесь ход черными Е и Ф. Честно говоря, не хочется эту большую диагональ открывать, но проблема в том, что после Ф6 создаются новые зацепки. У белых будет возможность как Ф5, так и Ж5 впоследствии прорваться. И, видимо, Александр Грещук решил, что не удержать оборону таким образом. Поэтому он побил ЕФ, слон Ф4, слон Д7, С4. И здесь очень важный момент. Черные проигнорировали идею белых пойти в Ферзь С3, а именно это у них сейчас идея, с угрозой ни много ни мало дать мат в один ход, сыграли ладья АБ8. Очень интересно, что бы делали белые на ход слоны Ф6. Все-таки вернуться на большую диагональ слоном, которая вскрылась, и попытаться как-то ее удержать. Понятно, что белые могут перевести слона на большую диагональ, попытаться этого слона выменить и впоследствии залезть и добраться-таки до пункта Ж7. Но хочется верить, что за все это время черные тоже могут что-то сделать. По крайней мере, оставались бы какие-то вопросы. Этот ход выглядит достаточно логичным. В то время, как после ладья АБ8 Ферзь С3 черным пришлось играть Ф6, и, кажется, создалась такая позиция, где только вопрос времени. Пробьются белые или нет. Не верю, что эту позицию можно черными удержать. В партии Александр Крещук не вышел из цветнота, то есть вышел, но уже в абсолютно проигранной позиции. Мне кажется, что и устоять было очень-очень непросто. Итак, ладья АБ3, ладья АБ6 и Ж5. Белые создают давление на пешку Ф6. Пешка с большой диагональю ходить не может ввиду матовых угроз по диагонали А1, А8. Ладья Ф7, слон Ц1. Слон переводится на большую диагональ, чтобы на пешку Ф6 создать еще больше давления. Ферзь Д8, слон Б2. И опять же, черным остается только стоять и ждать своего рокового часа. Ферзь Ф8, король Ж2, слон Д8, ферзь Ф3. Белые не торопятся, они могут ходить туда-сюда. И ключевая идея в том, как эту идею мы увидели в партии, что ход ФЖ невозможен. Например, здесь, если побить ФЖ, последует ферзь С3. Ферзь возвращается на большую диагональ, и от угрозы ферзь Х8 защититься невозможно. Соответственно, после ферзь Ф3 приходится ждать слон Ц8, ферзь Е3. Ну и здесь, здесь надо было продолжать стоять на месте, потому что последовал ход ладья Б3. Чем этот ход плох, я расскажу чуть-чуть попозже. Что бы было на слон Д7? Интересно было бы увидеть в партии. Компьютер показывает какую-то нереальную оценку, предлагает побить на Б6, пойти АБ, затем ходит король Ж3. Это профилактика от возможной реакции ладья Ф2 в каких-то вариантах. Ну и затем бьет на Ф6. Но, опять же, это все надо было бы продемонстрировать, это было бы сложнее, потому что после ладья Б3 выяснилось, что у белых после АБ появилась еще одна идея расчистки этой большой диагонали, а именно очень неприятная угроза Б4 и ферзь Д4. И как от этого защищаться? Скорее всего, ответ никак. Например, если пойти слон Е7, если просто подождать, последует Б4 и здесь уже побить на Ф6 белые могут. Слон Гют Ф6 проигрывает после ладья Ф6, ладья Ф6, ферзь Д4. Если после ЖФ черные не реагируют, пытаются уйти на Д8 слоном, то здесь белые прорываются по центру С5, затем Е5, очень красиво стоят пешки белых. И вообще такое фиаско старандийское на доске. Если попытаться от хода Б4, от идеи Б4 защититься, А5, то позиция своеобразного цубцванга на доске, король Ж1, очень важный ход. Почему? Потому что ЖФ сразу не выигрывает ввиду вот этого спасительного шаха на Ф2. Соответственно, белые защищаются, этот ход профилактика, с тем, чтобы на слон Е7 ход ЖФ уже был возможен. Слон Ф6, как мы знаем, проигрывает ввиду взятия и ферзь С3 с последующим, ферзь H8. Если же на ЖФ уходить слоном, видимо, приходится уходить слоном, то, скорее всего, белые в конце концов пробьют оборону черных каким-то подрывом. Ну а в партии, в партии все гораздо более прозаично. Случилось на последних секундах, Александр сделал ход ФЖ, но это уже обсуждалось, и ход ФЖ является последней ошибкой черных в этой партии. Ферзь С3, ладья Ф1, приходится бить на Ф1, чтобы защититься от мата, но Ферзь много пешек съедает, причем съедает с шахами, и впоследствии это помогает белым ни много ни мало. Вот ту самую пешку H, которую они поставили, который этот путь этой пешки в Ферзи начался на восьмом ходу, вот сейчас она делает последние, последние ходы к своей цели. Король Д7, Ферзь Ж8, и несмотря на то, что можно дать еще один шах, но после Король Ж1 шахи закончились, а пешка готова прийти в Ферзи, превратиться в Ферзи, и Александр признал свое поражение, и, к сожалению, простился с шансами выйти из группового этапа в нокаут. Что же, впереди для него еще два турнира, и я надеюсь, что они сложатся лучше. Ну, а завтра интрига для всех болельщиков будет состоять в том, сможет ли Накамура без тайбрейка пройти в нокаут, так как Андрей Осипенко, победив сегодня, дышит в спину лидеру, и все решится в очной встрече Хикару Накамура и Андрею Осипенко. Будем завтра смотреть, болеть. Да, вот сегодня партия тура, это такая тяжелая-тяжелая боль старандийцев, что же, много раз играющие старандийскую защиту терпели такие болезненные поражения, но остается верить, что последнее слово еще не сказано, и мы увидим много ярких побед на контратаках в старандийской защите, так что будем ждать продолжения этой принципиальной дебютно-метершпильной дискуссии. Идем вперед дальше и с нетерпением ждем шестого заключительного тура группового этапа в Берлине.